Добрый вечер! Меня зовут Илья Винявкин, и я директор образовательных программ проекта InLiberty. И я рад сегодня, что вы снова здесь, или в первый раз здесь. То, что вы сегодня будете наблюдать, это будет пятая лекция в проекте «Возвращение этики», которую мы проводим при поддержке издания «Медуза». И лекционного пространства, образовательного пространства DI Telegraph. И мы их за это тоже благодарим. Значит, в чем смысл этого нашего проекта? Чтобы вы понимали, «Возвращение этики» это цикл из девяти лекций, который начался, если я ничего не путаю, в январе, и продлится в Москве вплоть до осени вот здесь, на этой площадке. Смысл этого большого разговора, который мы хотели завести, заключается в том, что по нашим ощущениям в нашей стране очень долго как-то было не принято говорить о каких-то общественных проблемах с точки зрения этики или морали. этому можно найти, наверное, разные объяснения, в том числе потому, что после распада Советского Союза какой-то общей философии или идеологии у нас не стало. Обсуждать общественную жизнь с точки зрения диалектического материализма как-то стало странно. И так как-то постепенно получилось, что такой респектабельный язык для обсуждения общественных проблем это язык прагматичный и иногда даже циничный. То есть если вы хотите быть серьезным человеком, то нужно обсуждать разные вопросы в категориях интереса или выгоды. что мы будем обсуждать как нужно, когда можно обсудить как будет и как это сделать. Всем хотелось быть такими эффективными менеджерами. Эффективный менеджер чувств не имеет, он понимает какие есть механизмы для решения проблем. И нам кажется, что такое сужение этого разговора всем нам вредит, не идет на пользу ни самому обществу, ни тем проблемам, которые нужно решить. Потому что все равно рано или поздно приходится договариваться о том, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что если мы это не понимаем, если мы не можем сказать, что справедливо, а что несправедливо, то у нас нет общего языка. Мы не сможем никогда договориться, не сможем друг друга понять и не сможем провести нормальный спор. И с этим нам показалось, что нужно попробовать этику вернуть. Понятно, что, наверное, одним циклом лекций здесь не обойтись, но как начало большого разговора нам кажется, что это вполне себе хороший задел. И вот мы начали с того, что у нас была вводная лекция Дэвида Шмидса, которая была посвящена тому, как устроено пространство моральной философии. Потом была лекция социолога Эллы Паньях, которая рассказывала о том, какие ценности существуют у россиян. И почему так оказывается, что, несмотря на то, что ценности эти вполне себе, можно сказать, европейские, люди в нашей стране очень низко их ценят. В том смысле, что они очень легко отказываются от тех вещей, которые им кажутся правильными, ради того, чтобы сделать то, что от них ждет их среда или их коллеги, или из каких-то других соображений они этими ценностями не руководствуются. Потом у нас была лекция политолога Джейсона Соренса о том, в каких случаях народы могут стать этическими субъектами и приобретать право на какие-то поступки, которые мы можем признавать справедливыми. И, наконец, в прошлый раз у нас была лекция экономиста и философа Дейдера Макловски, которая говорила о том, что, опять-таки, есть вещи, которые важнее денег. И эта вещь – это достоинство. И вот без чувства собственного достоинства вряд ли был бы возможен тот экономический рост, который в течение последних 250 лет происходит на Западе и в ряде других стран. То есть мы хотим совершить такую большую навигацию по разным опластям знания. И вот сегодня я с радостью представляю вам философа и профессора высшей школы экономики Бориса Кашникова и его лекцию «Прощай, оружие! Могут ли воины быть справедливыми?» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Меня слышно, да? Спасибо. Действительно, это удивительный проект «Возвращение этики», поскольку для меня действительно возвращение в некотором смысле этики. Я застал еще то время, когда публичные лекции по этике были достаточно популярны. Так долго не живут, но это было уже, наверное, больше 30 лет назад. Ну а теперь, переходя, собственно, к нашей теме, пожалуй, можно обозначить, по крайней мере, одну сферу, из которой этика надолго и не уходила. Это и есть сфера войны. О войне вряд ли вообще можно рассуждать, не применяя этические термины, поскольку война, будучи очень значительным напряжением, обязательно предполагает какой-то этический компонент, а в противном случае она и перестает быть войной. Я набросал небольшой план, не знаю, в какой степени я смогу его соблюдать, но посмотрите на всякий случай, может быть, у меня и получится следовать этому плану. Во всяком случае, я выстроил какую-то небольшую логику от определения нравственного смысла войны к основным нормативным концепциям войны, к доктринам справедливой войны и далее к теории справедливой войны и к размышлению по поводу возможности этой справедливой войны. Надо сказать, что есть еще другой смысл, в котором этика возвращается уже в отношении войны. Вот примерно в 60-е годы начался глобальный процесс возвращения этики, когда снова в мире вообще потребовалось осмыслять происходящие процессы в плане моральных оценок. Это начало происходить в 60-е годы, когда этика стала приобретать вновь тот смысл, который она имела когда-то. И я очень рад, что находятся немало людей, которые готовы думать об этике и готовы думать о войне в этическом смысле, тем более, что представляется это очень важной задачей, наш интерес в войне. Это очень интересное высказывание Троцкого, которое я очень люблю. Наш интерес к войне еще и связан интересом самой войны в нас. Ну а теперь мы можем попробовать поговорить и определить в самом общем плане возможный моральный смысл войны. Имеет ли война такой моральный смысл? Мне представляется, что в самом общем смысле можно определить, во всяком случае, два таких общих смысла. Это смысл, которым можно обозначить война как апокалипсис, где общее понимание смысла войны можно рассматривать как достижение некого конечного состояния, которое будет лучше состояния предыдущего. Это война апокалипсис. Четыре всадника апокалипсиса, которые вы видите на этом слайде. И первый из этих симпатичных всадников это никто иной, как суверен, который предлагает некий новый смысл миру устройства. А вот за ним как раз и следует война. А далее мор и смерть, наконец, на бледном коне. Если вам не очень нравится такой смысл войны, то можно предложить несколько иной смысл войны. Это война как вечное состояние человечества, которое никогда его не покинет. И войны будут происходить всегда. И в этом смысле мы можем даже попробовать придать войне благородный и возвышенный смысл. Какой из этих смыслов вам больше нравится, вы можете делать свой выбор. Но попробуем сейчас, для того, чтобы нам приблизиться к пониманию этого самого смысла войны, попробуем дать самое общее представление о войне. Итак, что же такое война и почему для войны так необходимо нравственное содержание? Почему этика не может надолго покинуть войну? Война – это разновидность насилия, без всякого сомнения. Но что еще к этому можно добавить? Это то, что это насилие массовое, включающее большие группы людей. Это насилие рациональное и целенаправленное. Это насилие с использованием специальных средств. Это насилие институциональное. Представляет собой состязание более-менее равных. И, что для нас сейчас, пожалуй, более важно, это морально оправданное. Война, как правило, требует морального оправдания, потому что то огромное напряжение сил, которое предполагает война, с учетом всех этих ее характеристик, вряд ли возможно, если не придать всем этим колоссальным усилиям некое моральное оправдание. Мы можем попробовать рассуждать еще глубже и попытаться представить себе, в какой степени война необходима для человека. Вытекает ли она из самого смысла общественного и человеческого мироустройства? И здесь мы можем просто обрисовать две основные позиции, на которых я не буду останавливаться. Это известная позиция Гоббса, в соответствии с которой война является совершенно необходимым состоянием человечества, без которого оно не может вообще существовать. и позиция Руссо, где человек предстает как благодушное существо, которое, в принципе, и готово в силу своего природного миролюбия обойтись бы без войны, но само социальное устройство таково, что толкает людей друг против друга. Соответственно, эти позиции до некоторой степени являются диаметрально противоположными. Но есть еще одно обстоятельство, которое следует учитывать, и которое можно выразить очень простой фразой. Это то, что насилие представляет собой привычку человечества, поскольку, по крайней мере, 99,5% всей человеческой истории это история пещерного человека. И насилие в этом смысле представляло просто собой всегда естественную рационализацию, которая была связана с достижением практически всех целей, которые только люди могли поставить для себя. Попробуем определить теперь войну еще несколько иначе, используя авторитет наиболее выдающегося теоретика войны, а именно Клаузевица. У Клаузевица можно найти разные определения войны. Во всяком случае, я нашел у него четыре определения, которые так или иначе позволяют нам мыслить о войне в этическом плане. Общее определение. Война понимается как акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю. Но только этот акт насилия, естественно, приобретает массовидный, рациональный характер, более известно другое определение Клаузевица, что война является продолжением политики иными средствами. Почему это частное определение? Потому что война может и покидать вот эту сферу политики. В том случае, если она становится войной абсолютной и может получиться так, что как раз и политика начинает служить войне, а не наоборот. И, наконец, процессуальное определение, с которым, может быть, можно поспорить, это то, что война – это некая разновидность дуэли. Но если это разновидность дуэли, то, следовательно, она может вестись или не вестись по правилам и быть честным или нечестным соперничеством. Ну, и, наконец, есть еще одно определение, которое нам позволяет придавать самый разнообразный смысл войны. И в другом месте Клаузевиц говорит о том, что война – это настоящий хамелеон. То есть война может настолько менять свой облик, что никакое однозначное определение к ней и не подходит. Если мы говорим о войне, то, по-видимому, мы не можем обойтись без того, чтобы говорить о вражде. Поскольку для того, чтобы вести войну, надо иметь некие враждебные намерения. И, соответственно, степени этой вражды мы можем говорить о разных войнах. И, соответственно, применительно к морали это будет означать только то, что мораль будет играть различную, иногда до противоположности различную роль в разных войнах в зависимости от степени вражды. Это конвенциональная война, это реальная война, и это абсолютная война. В чем разница между этими различными проявлениями войны как степени вражды? Конвенциональная война – это война, которая ведется действительно по законам дуэли, в котором более-менее соблюдаются принятые правила и где исход войны решает политические вопросы. Конвенциональная война означает только то, что степень вражды не так уж велика. И то, что исход войны не так уж много значит. Может поменяться политическое устройство, может измениться граница государства, но война не приведет к исчезновению народов и война таким образом превращается в игру по правилам, которую мы можем более-менее соблюдать. Такая война долгое время велась, она велась в 18-м и в 19-м веках, когда война нередко представляла собой для европейских монархов не более чем разновидность семейной ссоры. Такая война велась и в более древние времена она была характерна для войны между греческими городами и государствами, но при этом было известно, что также имеет место и другая возможная война. Это война, которую греки могли вести против варваров. Здесь уже не соблюдались никакие правила, и война приобретала совершенно другой смысл. Она даже и не вполне называлась войной, а скорее становилась некой разновидностью охоты. Наконец, то, что мы могли бы назвать реальной войной, это война, которая приобретает очень значительный смысл. И проиграть такую войну было бы равносильно гибели. Это война, которая стала известна европейцам, и которую описал Шмидт, в связи с партизанской войной. Но и эта война представляет собой еще только нечто среднее по сравнению с абсолютной войной. В абсолютной войне степень враждебности становится абсолютной. Поэтому победа или поражение здесь решает все. И здесь уже идет соперничество не на жизнь, а на смерть. Строго говоря, Клаузевец опасался абсолютной войны. И более того, он считал, что абсолютная война и невозможна. Она является не более чем логической абстракцией, которая обычно не завершается в плане реальной абсолютной вражды, поскольку в противном случае война начинает покидать пространство политического. И это грозит разрушению тех необходимых регуляторов, которые обязательно предполагают войну. Вражда начинает выплёстываться за рамки всех возможных ограничений. И есть опасность, что политика в целом не выдержит такого состояния. Но мы пережили абсолютную войну в 20 веке. В 20 веке абсолютные войны стали реальностью. И поэтому это не такая уж большая абстракция, как выяснилось. Можно ли говорить о войне в плане нормативных концепций? Существует, по крайней мере, несколько основных нормативных теорий войны, которые пытаются придать войне некий нормативный смысл или вненормативный смысл. Одной из таких теорий является так называемый реализм, милитаризм, пацифизм и, собственно, доктрина справедливой войны. Вот у нас есть 4 основных возможности рассуждать о войне в плане нормативности. То есть связывать ее, так или иначе, с моралью или с этикой, или не связывать. Основные тезисы этих 4 нормативных концепций войны очень простые. Реализм утверждает, что война, собственно, никак не связана с моралью. Там, где начинается война, кончается мораль. Следовательно, они просто не встречаются. Мораль и война – это совершенно разные вещи. То, что требует война, она требует достижения государственного интереса. И она требует от нас забыть все остальное, кроме требований государственного интереса. Реализм был господствующей нормативной доктриной войны вплоть до недавнего времени. До 60-х годов, во всяком случае, в особенности в США, такой основной нормативной концепцией был реализм. Хотя были, разумеется, и исключения, но я сначала скажу о всех остальных концепциях, а потом вернусь к их характеристике. Что такое милитаризм? Милитаризм склонен высоко оценивать войну в нормативном и в моральном плане. С точки зрения милитаризма, война представляет собой ценность. Но эта ценность связана не с самой войной, а с тем, что только благодаря войне мы можем достигнуть определенных моральных ценностей. Например, только благодаря войне человек получает возможность стать, собственно, моральным человеком. Потому что только в процессе войны достигается то необходимое напряжение сил, которое позволяет человеку реализовать себя. Если не будет войны, то мы будем обречены на деградацию. Это в отношении человека. То же самое в отношении общества. Без войны невозможно государство. Невозможно государство, как моральное образование. Без войны невозможно товарищество. Невозможно мужество и справедливость. Война, в конце концов, позволяет отбросить отжившие и деградирующие социальные образования и дать возможность становления действительно сильным и мощным социальным единицам. Пацифизм. Пацифисты утверждают, что война представляет собой зло. И, следовательно, не насилие должно быть нашей целью. Пацифизм не так прост, как это может показаться на первый взгляд, поскольку существуют очень многие разновидности пацифизма. То, что нам хорошо известно, это пацифизм Толстого, в котором, собственно говоря, насилие, война и государство, поскольку государство невозможно без насилия и войны, это зло, причем зло абсолютное. И, соответственно, война может оцениваться однозначно, как совершенное зло. Но такой пацифизм, как пацифизм Толстого или абсолютный пацифизм, это далеко не единственный вариант. Есть многочисленные разные другие варианты пацифизма, не такие абсолютные. Более известен вариант пацифизма под названием условный пацифизм. То есть мы имеем право на насилие при определенных обстоятельствах, и эти обстоятельства устанавливаются в зависимости от конкретных политических условий. То есть это тот пацифизм, который делает уже шаг навстречу доктрине оправданного насилия. Милитаризм тоже далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд. Милитаризм неправильно было бы понимать, как его понимают очень часто, как что-то такое, что возвеличивает войну как таковую. Война возвеличивается в милитаризме тоже условно. В силу того обстоятельства, что только благодаря войне мы можем достигнуть некоторых высших ценностей. И поэтому и в милитаризме можно провести такое же примерно различие, которое мы проводим в рамках пацифизма. То есть мы можем, наверное, говорить об абсолютном милитаризме, который практически невозможен. Мы можем говорить об условном милитаризме. И такой милитаризм действительно достаточно широко распространен. Но то, что для нас в этом смысле важно, это то, что мы видим встречное движение, милитаризма и пацифизма навстречу друг другу. То есть с одной стороны мы можем видеть, как пацифизм при разных обстоятельствах склонен оправдывать необходимость войны, а с другой стороны мы видим, как милитаризм склонен идти навстречу пацифизма. И вот там, где они встречаются, это, по-видимому, и есть доктрина справедливой войны или морально оправданной войны. Мы еще поговорим здесь о значении терминов, в какой степени термин справедливости, термин моральной оправданности может здесь быть употреблен. Сейчас я скажу еще немножко о доктрине реализма. Мне очень нравятся вот эти знаменитые слова Моргентау, который представляет из себя, пожалуй, классического реалиста нашего времени. Здесь в этой известной цитате он утверждает, что война есть необходимое и естественное состояние человечества по той простой причине, что государственные образования склонны бороться за власть. Причем независимо от того, являются ли они демократическими или тираническими. И демократические режимы, точно так же, как и диктаторские режимы, стремятся к тому и тому же. Они стремятся обладать властью. И эта война не прекратится никогда, до тех пор, пока существует хотя бы два государственных образования. Они будут бороться между собой до последнего. Вот эта вот страсть к власти остается необходимым и неизменным состоянием человечества. Именно это обстоятельство начало оспариваться начиная с 60-х годов. И именно тогда на смену вот этой доктрине реализма, которая была господствующей и практически официальной политической доктриной Соединенных Штатов и других государств. Постепенно эта доктрина стала сменяться доктриной справедливой войны. Но я бы сказал сейчас, немножко забегая вперед, что избыток морали также вреден с моральной точки зрения, как и ее недостаток. И вот этот избыток морали в современном понимании войны мы уже успели ощутить. Да, именно в 60-х годах на смену долгое время господствующей доктрины реализма стала приходить доктрина справедливой войны. Вернее, возвращаться, поскольку доктрина справедливой войны была известна достаточно давно. Это одна из древних философских традиций осмысления войны. Но только на этот раз эта доктрина стала приобретать характер теории, этической теории. Те из вас, кто знает структуру этической теории, знают, что любая этическая теория имеет, по крайней мере, три необходимых уровня. Это уровень метаэтики, где решаются самые общие вопросы языка, морали и логики моральных суждений. Это нормативные концепции, где доказывается необходимость тех или иных действий, определяемых соображениями добра, справедливости и права. И это прикладная этика. Собственно говоря, та часть этики, которая решает конкретные вопросы о том, какие институты нам следует организовать в обществе, чтобы оно было справедливо, и как следует поступать человеку, чтобы соответствовать добру, праву и справедливости. Теория справедливой войны это одна из прикладных этических систем наряду с другими многими. И основной тезис теории справедливой войны заключается в очень простом утверждении, что войны могут быть справедливы при определенных обстоятельствах. При определенных обстоятельствах они могут быть справедливы, и только в этом случае они допустимы. Можно утверждать, что доктрина справедливой войны занимает некое срединное положение между милитаризмом и пацифизмом. И как и во всех иных случаях, когда требуется провести вот эту среднюю линию, этого достичь чрезвычайно трудно. Поэтому можно утверждать, что доктрина справедливой войны или теория справедливой войны может склоняться как в ту, так и в другую сторону при разных обстоятельствах. Да, можно утверждать, что размышления о справедливости войны или моральной оправданности, я еще вернусь к различию этих двух различных способов определения моральности войны. Моральная оправданность или справедливость не представляется важным провести это различие. Но в целом это достаточно давний способ размышления вы можете обнаружить подобный способ размышления уже у Цицерона и в особенности начиная с Августина Блаженного вот этот способ размышления о войне в плане ее справедливости приобрел характер действительно традиции которая постоянно развивалась. Если попробовать обрисовать вообще идею или доктрину справедливого войны в самом общем плане то это главным образом набор ее основных принципов. Их не так уж много. это всего шесть принципов под названием юс ад белум которые утверждают при каких обстоятельствах война становится справедливым делом. То есть при каких обстоятельствах мы можем начинать войну и это будет справедливо. Это законная власть это добрые намерения которым мы руководствуемся или нет это пропорциональность крайнее средство и разумная вероятность успеха. Обычно мы так и рассуждаем о войне. Как это ни странно но наши моральные интуиции указывают именно в этом направлении. Обычно так и бывает. Возьмите любую войну которая происходила на наших глазах и даже если мы не обладаем специальным этическим образованием вы мы неизбежно начинаем рассуждать о войне интуитивно примерно в плане вот этих вот шести основных принципов. Поэтому можно сказать что само по себе указание на эти основные шесть принципов это совсем неплохо. Во всяком случае мы приобретаем навыки приобретаем общий язык который нам дает возможность спорить. Что такое правое дело? В каком случае наше дело если мы начинаем войну является правым? Наша интуиция указывает во всяком случае на по крайней мере одно из этих дел которое безусловно является правым. Это когда на нас напали. В этом случае в строком соответствии с учением Льва Николаевича Толстого мы берем в руки первую попавшуюся дубину и гвоздим ею противника до тех пор пока ненависть не сменяется состраданием. Но можно предположить что это не единственный вариант. Можно предположить по крайней мере что такое правое дело появляется еще у нас в том случае если мы защищаем наших союзников или друзей если возражение против такого интуитивного понимания правого дела. Но далее дело может идти по возрастающей. Мы также можем рассматривать как правое дело и защита других например в плане предотвращения геноцида в какой-то отдаленной стране. здесь уже несколько иначе срабатывают наши интуиции. Ну а если еще дальше то возникает вопрос об оправдании о правом деле как оправдание например устройства государственных режимов таким образом чтобы они в большей степени соответствовали идее прав человека или демократии. И тогда уже здесь начинают возникать сомнения. Законная власть только власть являющаяся вполне законным образованием имеет право объявлять войну. Первоначально этот принцип указывал только на то что запрещены всякого рода приватные войны которые были склонны вести феодалы. Но и в современных условиях с этим принципом связаны различные проблемы поскольку не всегда вообще возможно с точности определить какая власть является законная какая нет. Здесь я мог бы привести многочисленные примеры но время не позволяет нам это сделать. Добрые намерения справедливая война это та которая предполагает добрые намерения поскольку может существовать очень существенное различие между правым делом которым вы объективно обладаете и наличием этих самых добрых намерений пропорциональность это принцип который попросту указывает на то что война будучи все-таки злом хотя и меньшим должна быть все-таки оправдана тем добром который мы достигаем в результате применения насилия. Принцип крайнее средство предполагает что война является позвонительным решением проблемы только в том случае если мы исчерпали все другие возможности и с крайним сожалением только прибегаем к насилию. Разумная вероятность успеха это простая идея рациональности война допустима морально только в том случае если есть надежда на успех если этой надежды нет и мы все-таки прибегаем к войне то есть подозрение полагать что мы делаем это из простой любви к искусству если эти принципы применены то далее мы можем перейти к другой группе принципов которые называются принципами use in bello то есть это справедливость в войне уже то есть те моральные ограничения которые накладываются на нас в ходе самой войны недостаточно иметь только обоснования войны необходимо еще и вести эту войну сообразуясь с моралью эти два принципа являются по своей сути достаточно древними принципами и скорее их можно назвать принципами которые наследуются теорией справедливой войны из милитаризма это наследие милитаризма поскольку истинный воин это воин который накладывает ограничения на войну которую он ведет принцип соразмерности и избирательности это принципы которые требуют принцип соразмерности употреблять только такую степень насилия которая соразмерно достигаемой цели в каждой конкретной военной операции но не более того то есть этот принцип который накладывает ограничения на любовь к насилию как таковому мы достигаем цели в каждой конкретной военной операции но мы не стремимся уничтожать противника в особенности гражданское население просто из-за любви к этому насилию и наконец самый важный это принцип избирательности который предполагает что мы воюем только с вооруженным противником это принцип который накладывает запрет на уничтожение некомбатантов эти принципы лежат в основании международного гуманитарного права и кодификация этих принципов возведение их в ранг международного права и даже государственного права является одной из целей международного красного креста в настоящее время действительно подобного рода размышления о войне в плане возможности ее морального ограничения представляет собой очень длительный процесс который имеет исторические ступени я назову только несколько из основных таких этапов развития это святой Августин который выдвинул идеи возможного достижения мира посредством насилия это Фома Аквинский который сформулировал три основные теологические принципы это принцип законной власти принцип добрых намерений и принцип правого дела это Витория который применил эти принципы для совершенствования правил ведения войны против индейцев это Суарис это Гроций который довел эти основные принципы справедливой войны до такого уровня который позволил создать международное гуманитарное международное право даже не только гуманитарное международное право на их основе это Ваттел который разрабатывал нравственные условия взаимодействия государств теория справедливой войны которая стала развиваться в 60-е годы 20-го века основывается на этой традиции но для того чтобы понять смысл этой новой ступени в развитии доктрины справедливой войны нам следует обратиться к другому процессу а именно к процессу трансформации самой войны война как я уже заметил в самом начале это настоящий хамелеон и вот то изменение характера войны которое происходит на наших глазах чрезвычайно важно для того чтобы понять саму войну и возможность справедливости этой войны что же становится характерным для современной войны чем она отличается чем этот новый хамелеон отличается от прошлых хамелеонов современные войны это асимметричные войны асимметричные войны это войны которые по определению не могут быть разновидностью дуэли и в этом смысле одна из необходимых характеристик войны уже теряет свой смысл в асимметричной войне мы видим изначально заложенное неравенство то есть сила одного государства многократно превосходит силу другого государства и о дуэли здесь уже не может быть и речи это войны которые приобретают характер прокси войны то есть войны чужими руками это появление частных военных компаний это новое явление современной войны которая с одной стороны направлении нравственной проблематики войны связанной с наемничеством но частные военные компании это несколько иное это требует отдельного размышления но представьте себе на минуту что в принципе возможно такое обстоятельство что государство ведут войну уже посредством частных военных компаний то есть обращаясь за услугами к частным военным компаниям это появление боевых роботов и следовательно исчезновение человеческого фактора в этой войне вам известно что такое дроны например это тенденция к нулевым потерям для армии супердержав то есть связывает с идеей асимметричной войны вы можете представить себе перспективу войны по крайней мере для одной из сторон в которой не будет никаких потерь в этом случае разумеется война потеряет одну из необходимых характеристик использование пыток здесь речь идет о войне с террором вы знаете широко используется сейчас обосновывается необходимость применения пыток в прежних войнах о которых о классических войнах не могло быть и речи это точечные убийства когда с использованием специальных средств уничтожаются отдельные выборочные противники в классической войне это было невозможно и недостойно это кибер война война посредством кибернетических средств это информационная война что такое информационная война информационная война становится сейчас куда более значительной чем она могла быть в какое-то другое время и достигает куда большего эффекта война посредством организации массовых протестов вот что представляет собой дрон не представляется это полным извращением прежнего понимания природы войны почему это так потому что дрон будучи управляемым средством не предполагает никакого риска для солдата который управляет этим самым дроном находясь где-то на военной базе в штате Невада он может наносить удары в Афганистане следовательно один из необходимых прежде компонентов войны который придавал войне морально романтический смысл это то что война была связана с неким рыцарством с риском для жизни и победой это теряет смысл собственно можно утверждать что современная война во всяком случае для одной из сторон асимметричного конфликта уже теряет всякую связь с возможной победой потому что победа будучи моральным термином предполагает риск достоинство героизм напряжение мужество и для одной из сторон во всяком случае в асимметричном конфликте это теряет смысл другая сторона очень важная сторона современных войн связана с потерями в этой войне прежде чем вы внимательно посмотрите на эту таблицу я скажу вам немножко о других цифрах это соотношение между погибшими войнами на поле боря и погибающими гражданскими лицами вот это соотношение имеет тенденцию постоянно возрастать и если в войнах начала девятнадцатого века это соотношение составляло примерно девять к одному то есть девять войнов против одного гражданского погибшего в ходе войны то в современных войнах двадцатого века и сейчас это продолжает усиливаться это соотношение приобрело обратный смысл то есть некомбатантов погибает больше несмотря на то что основным требованием справедливой войны является избирательность но эта самая избирательность не может соблюдаться не потому что войны не хотят этого а потому что это невозможно практически но есть еще другие цифры которые в этом смысле еще более красноречивые которые позволяют давать моральное определение войны несколько с другой стороны посмотрите на это соотношение потерь это данные по американским войнам 1 к 100 это соотношение потерь американских солдат по отношению к гибели других то есть корейцев это и гражданские лица вместе и военные 1 к 100 во Вьетнаме несколько иное соотношение 1 к 40 для американцев это была очень жестокая война где количество солдат как вы знаете погибало достаточно солдат погибало достаточно много но возьмите иракскую войну эта война достаточно бескровная для американской стороны где погибло не так уж много американских солдат но если мы обратим внимание на вот это соотношение 1 к 200 то это уже приобретает такая война приобретает несколько иной смысл вплоть до того что мы можем задаться вопросом а является ли это вообще войной и можно либо назвать это войной при которой война теряет характер более-менее справедливого соперничества можно утверждать что война теряет свой нравственный смысл в том смысле в каком мы могли о ней говорить как более-менее справедливом соперничестве теперь представим себе возрождающуюся теорию справедливой войны 60-е годы наиболее популярным автором этой теории является Майкл Ольцер написавший вот эту книгу которую вы можете найти легко и прочитать она по-моему даже переведена уже справедливые и несправедливые войны где собственно он и выстроил вот эти шесть основных принципов юз от белум и принципы юз ин белу но и эта теория справедливой войны претерпевает дальнейшее развитие на наших глазах и это развитие по-своему красноречиво я назову только две основные парадигмы в этом дальнейшем развитии теории справедливой войны это парадигма суверенного государства парадигма которая принадлежит самому Ольцеру где утверждается что эти принципы справедливой войны имеют смысл как главным образом самооборона суверенного государства и справедливость главным образом сводится к самообороне но на наших глазах здесь развивается иная парадигма которая получила развитие у многих авторов это парадигма прав человека более того в рамках этой парадигмы утверждается что единственным почти что и главным обоснованием правоты дела является уже даже не самооборона а поддержание прав человека во всем мире в этом смысле главная идея которая таким образом постулируется это провозглашение возможности войны за права человека по всему миру я полагаю что это довольно опасное развитие и подобного рода представление имеет целый ряд внутренних противоречий которые указывают на опасный смысл подобного рода размышления о обосновании войны ну я могу сослаться на точку зрения канта с которой я вполне здесь согласен это то что утверждая справедливость войны мы тем самым хотим мы того или нет но возводим вражду на степень до степени абсолютности вражды я бы я был бы склонен утверждать что война может быть оправдана но утверждая справедливость войны мы тем самым исключаем для нашего соперника соответствующую возможность оправдания и уже одним этим обстоятельством мы превращаем войну в войну абсолютную то есть иными словами утверждая справедливость войны мы тем самым толкаем войну на путь ее абсолютной вражды другое противоречие самой идеи справедливой войны заключается в том что трудно предположить что субъекты ведущие войны могут разделять общие принципы поскольку для них нет этого необходимого общего морального авторитета если на каждый из них способен постулировать свою высшую справедливость я бы назвал также логическое противоречие самой идеи справедливой войны оно заключается в том что здесь принципы юс адбелум приходят неумолимо в противоречие с юс адбелум а именно чем более война справедлива с точки зрения юс адбелум тем менее она справедлива с точки зрения юс адбелум поскольку если мы провозглашаем справедливость нашего дела то мы склонны покидать всякие ограничения которые накладывают на нас принципы ограниченного ведения войны наконец сам характер современной войны указывает на ее главную тенденцию это то что количество жертв среди гражданского населения хотим мы того или нет и даже прибегая к самым строгим ограничениям количество этих жертв постоянно растет но я бы еще указал на другое обстоятельство это непредсказуемость последствий с точки зрения экологии культуры об этом можно было бы очень долго говорить но любая война сводит на нет все наши экологические усилия по улучшению экологической ситуации в мире в чем же причина того обстоятельства что теория справедливой войны приобретает такую популярность в мире мне представляется главным вот одно обстоятельство это то что в современных условиях информационная война или информационная составляющая любой войны приобретает куда более большое значение соответственно теория справедливой войны начинает играть роль составляющей самой войны в плане главного направления усилий информационной войны при котором противник может выставляться как существо совершенно лишенное всякой нравственности а мы наоборот можем выглядеть как существа наделенные высшей степени моральным сознанием та динамика массового насилия которую мы наблюдаем пожалуй может быть рассмотрена вот таким образом до недавнего времени границы между различными формами массового насилия были достаточно заметными такие формы массового насилия как война полицейская операция геноцид и так далее и тому подобное но можно убедиться в том что границы между ними имеют тенденцию имеют тенденцию исчезать то есть массовое насилие на наших глазах приобретает некоторый характер в котором война исчезает она становится разновидностью полицейской операции она теряет свой прежний смысл как войны в особенности если мы начинаем постулировать ее радикальный смысл как способ достижения некоторого конечного состояния что и происходит благодаря теории справедливой войны соответственно мы возвращаемся вот к тому смыслу войны который я обозначил в самом начале то есть война как достижение некоторого законченного состояния но достижение этого законченного состояния кто бы не выступал в качестве инициатора достижения такого законченного состояния будь то права человека или демократизация или коммунизм или национал социализм неважно но это чрезвычайно опасная тенденция то есть я бы предпочел возвращение к другому смыслу войны как как к ограниченному состязанию на равных с уважением своего противника спасибо за внимание спасибо сейчас у нас есть время для вопросов если вы хотите что-то спросить просто поднимайте руку и говорите в микрофон и представляйте Михаил добрый день меня зовут Михаил в последнее время мы все чаще слышим термин гибридная война что это такое мне представляется что гибридная война это некоторое соединение очень разных форм насилия одновременно то есть это уже не классическая война которая представляет собой соперничество армий которые могли состязаться на поле боя а войны которые включают в себя элементы информационной кибернетической войны провоцирования всякого рода конфликта в другой стороне подрыв экономики информационное партизанское движение и так далее и тому подобное то есть вот это все сливающееся воедино может быть я не прав не знаю я не знаю строгого определения гибридной войны так вот там сзади есть вопросы нету давайте сюда Игорь спасибо за лекцию очень понятно вышло вопрос такой вы говорили что в средневековье и в те времена эта война имела больше такую конвенциальную форму как дуэль а почему она теперь потеряла вот эти такие очертания не знаете нет не в средневековье как раз вот то что происходит сейчас это возвращение к средневековью это то о чем я говорил когда война приобретала такую классическую форму войны как достойное соперничество более-менее на равных это в общем-то то что мы понимаем под войной сейчас как классическое понимание войны вот именно это утрачивается на наших глазах когда война приобретает характер достижения какого-то конечного состояния когда противник криминализируется когда нет уже у нас противника с которым мы соперничаем почти что на равных это то что мы утрачиваем как раз хотя и это на самом деле не соблюдалось разумеется но более-менее для европейских войн так было таких войн не существовало и в Европе в смысле когда европейцы вели войны в колониях но во всяком случае воюя между собой они состязались более-менее на равных война приобретала какой-то достойный смысл романтический орел вот рыцарство соперничество когда мы могли уважать противника и мы могли даже восторгаться войной в этом смысле в этом смысле да происходит возвращение как раз благодаря и в связи с теорией справедливой войны где вот эта вот криминализация противника усиливается да 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 ну происходит возвращение вот к этому прежнему пониманию войны как уничтожение как вражды абсолютной по отношению к противнику который является недостойным противником который является преступником уголовником и так далее и тому подобное мы ненавидим противника изначально мы не соперничаем вот да 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 спасибо если возможно возвращаясь к названию вашей лекции или тизеру там прощай оружие хотелось бы вас спросить о таком моменте ныне как всплывал такой термин как иус постбелум то есть справедливость поствоенная и в этой отношении хотелось бы услышать может ваши комментарии или какие-то идеи в отношении таких трех вещей таких трех мирных договоров различных да как пресс-литовский мир который выглядит как спецоперация чрезвычайно сложная версальский мир который собственно по высказыванию маршала форша перемирием на 20 лет и парадоксальным образом наиболее этичный мир который состоялся после поражения нацистской германии как в силу того что существовали две равносильные два равносильных лагеря которые позволяли слову звучать меня зовут Олег проект литераворка спасибо ну собственно говоря я не знаю честно говоря что ответить на ваш вопрос я не историк поэтому я не могу давать подробные характеристики разным договоренностям которые имели место после войны я просто не знаком достаточно с историческими фактами хорошо там сзади были вопросы давайте здравствуйте меня зовут Владимир спасибо большое спасибо большое за интересную лекцию я хотел бы задать такой вопрос а для России войны имели особый смысл на мой взгляд хотя бы свою позицию высказать очень коротенько начиная от монгойского нашествия когда речь шла о существовании сохранения страны наполеоновское нашествие великая отечественная война удачные войны да или так обобщенно говоря а там где не имело смысла или была слабая смысловая составляющая те войны были проигранными проигрышными может быть даже изначально проигрышными и в этом плане можно ли обобщать все страны вот в соответствии с высказанными вами взглядами касательно типологии войн спасибо обобщать или нет это если только мы применяем возможности этики для войны то одним из необходимых условий является как раз требование универсализации поскольку именно в этом заключается смысл этики моральные принципы по определению обладают характеристикой универсализации то есть мы не можем применять одни принципы к себе а другие принципы к другим в противном случае это не мораль и соответственно это не этика которая изучает и выстраивает мораль поэтому это просто если мы откажемся от идеи универсализации мы просто покинем сферу этики это одно из необходимых просто требований этики этика не работает иначе но я думаю что здесь мы имеем возможность применения достаточно универсальных критериев во всяком случае как я уже говорил вот эти вот принципы они работают хотим мы того или нет но мы к ним возвращаемся к этим принципам другое дело что они могут приобретать очень разный смысл вплоть до диаметрального противоположного так что одни и те же принципы используются диаметрально противоположным образом противниками вот это есть и поэтому я в частности говорю что теория справедливой войны и вообще утверждение что война может быть справедливой это очень опасное рассуждение хотя бы потому что вообще-то даже наш язык устроен несколько иначе чем английский или французский язык русский язык я имею ввиду в русском языке если не делать насилие над этим языком то вообще применять термин справедливость к войне это несколько нелепо это насилие над языком но в английском и французском языке это нормально в русском языке есть очень существенное Это различие между справедливостью и обоснованностью. Разные слова, во всяком случае, справедливость и обоснованность. В английском языке это одно и то же слово. И это позволяет манипулировать такими вещами. Поэтому вот та теория и традиция, вообще идея справедливой войны, мне представляется, она неприменима к нашей культуре. И неправильно насаживать, навязывать нам сейчас, как это пытаются делать часто, навязывать нам вот эту традицию размышления о войне в плане доктрины или теории, тем более справедливой войны. Мы просто не думаем о войне в плане справедливости. Тем более, что характер современной войны именно таков, что война не может быть справедливой. Хотя бы потому, что в этой войне гибнут все больше и больше гражданских лиц, то есть людей, которые никак не высказали желание в ней участвовать. Война, в принципе, может быть справедливой. Я не исключаю такое обстоятельство. Точно так же, как справедливо может быть дуэль. В том смысле, что это формальное соперничество, с которым вы согласились, и вы вышли на поле боя, помериться силами. И вы готовы рассматривать исход поединка, как способ разрешения конфликта. Я думаю, что это вполне благородно, это вполне морально. И я склонен восхищаться таким способом разрешения возможного конфликта. Но в современных войнах это невозможно. Поэтому не стоит говорить о возможной справедливости современной войны, хотя бы уже в силу тех обстоятельств, которые я назвал. Постоянное увеличение числа жертв среди мирного населения. И даже не мирного населения. Но вот уже это одно соотношение, один к двустам. Это уже говорит о том, что характер соперничества не имеет такого рода смысл, как справедливое и достойное соперничество. В теории справедливой войны есть и другой принцип, о котором я не говорил. Он называется принципом нежелательных последствий или по-другому еще по-разному, но общий смысл этого принципа заключается только в том, что, учитывая то обстоятельство, что жертвы среди мирного населения неизбежны, мы можем сослаться на вот этот так называемый принцип нежелательных последствий. Мы не желаем гибели гражданских лиц. Мы этого искренне не желаем. Но вряд ли можно рассматривать этот принцип как достаточное извинение для современных войн. Даже если мы этого не желаем, то обстоятельства, что это происходит и более того усиливается с каждым годом. А следует к этому добавить еще и другие обстоятельства, как то экологические проблемы, связанные с современной войной. Возьмите относительно спокойную войну, которая имела место, например, в Косово. Последствия этой войны, как вы, может быть, знаете, ощущаются до сих пор. Это применение расщепленного урана, раковые заболевания и так далее и то подобное. И непредсказуемые последствия. Вообще, так можно ли говорить о справедливости этой войны? Если люди будут страдать от последствий этой войны еще многие-многие поколения. То есть, будучи в принципе принципиальной, возможной, справедливая война невозможна практически. Кстати, вот и в российской истории, то, что вы сказали, война, в общем-то, не понималась никогда в плане справедливости. Она не понималась как нечто, как какое-то справедливое дело. Война понималась, скорее, как моральная необходимость. И при этом зло все-таки, как моральная необходимость и как зло. И это Иван Ильин, например. Иван Ильин прямо пишет об этом, что война не может быть справедливым делом, хотя она может быть морально необходимым делом. И он даже предполагал, что воин должен осознавать несправедливость. И это и гордится, вообще-то, своим участием в войне. А рассматривать это как разновидность очень печального долга. То есть, это печальный долг, без боя барабанов, без криков, а как горькая, тяжелая, но необходимость. Вот такие столкновения с европейским пониманием войны и с каким-то другим пониманием войны имели место в российской истории. Возьмите хотя бы вот французское нашествие, нашествие Наполеона. Что здесь имело место? Ведь Наполеон и хотел ничего иного, как честной дуэли. Он хотел, чтобы российская армия честно встретилась и померилась силой с его армией. Но российское понимание войны было несколько иным. Это не... Оно не соответствовало стандартам, европейским стандартам. И это была народная война. Это была война, которая приобретала характер реальной войны, может быть, даже уже в какой-то степени абсолютной войны. Но для... Вот то, как Андрей Болконский выразил, вот это обстоятельство в войне и мире, когда он сказал, что французы пришли и разрушили мой дом, и из-за них погиб мой отец, и я не могу относиться к ним иначе, как к израгам и врагам, которые пришли, чтобы разрушить мой мир. И, соответственно, я буду с ними бороться всякими средствами. Вот это уже столкновение разных пониманий войны. Хотя это не есть что-то такое совершенно противоречащее идее морально ограниченной войны. Это просто вот эта самая разная степень вражды. Пока эти войны происходили в Европе, в европейских государствах не было большой проблемы в том, что сейчас вы переходите из подданства одного государства в подданство другого государства. Кант, например, когда он на какое-то время стал русским подданным, и потом побежал, может быть, не писать заявление, но он встретил это обстоятельство совершенно спокойно. На какое-то короткое время он стал русским подданным, и для него не было никакой проблемы. Но вот в Испании, когда французы встретили это сопротивление, когда война приобрела характер реальной войны, когда испанцы посредством герильи решили, что французы пришли разрушить их мир, и для них это не была уже такая веселая игра, на которой кто-то тыщет шпажкой другого. Для них это были некие вредные насекомые, которые пришли разрушить этот мир, и они хотели их исторгнуть. То же самое произошло и в России. Вот тогда начал осмышляться феномен впервые партизанской войны, как реальной вражды. Но партизанская война это и не есть еще абсолютная вражда, поскольку речь шла только о том, что выгнать вот это вредное насекомое, как Толстой отзывался о французах, это вредное насекомое, просто вытянуть из страны и забыть об этом. Собственно говоря, это не та еще абсолютная ненависть. Вот когда она достигает, эта вражда достигает степени абсолютности, вот тогда мы должны уничтожить нашего противника, тогда мы вообще его не воспринимаем как человека. Да, вот это война, которую ведут террористы. Вот это вот уже абсолютная вражда. Они нас ненавидят абсолютно. Да. Добрый вечер. Спасибо большое за экскурс в историю, довольно важный. А вот в тот момент, когда дело дошло до современных войн, у меня возникло некоторое количество вопросов. Частично вы на них, правда, уже ответили, потому что у меня возникло ощущение попадания в какой-то терминологический коллапс между справедливостью, моральной обоснованностью. Вы сказали про то, как сопротивляется русский язык и про лингвистическую сторону проблемы. Я хотела вас попросить, поскольку новейшая история нам подкидывает постоянно прецеденты, просто попросить, например, на примере войны с Украиной применить все то, о чем вы рассказывали. Но и об этом вы уже частично сказали. Поэтому, в общем, мне хотелось бы спросить, а что нам методологически дает нахождение внутри вот этого терминологического облака, которое в общем на самом деле, это какой-то немножко получается сеанс черной магии, ее разоблачение. Ничего из этого не работает. Ни моральная обоснованность, ни справедливость и так далее, и так далее. Что нам дает применение этих терминов к современной ситуации? Спасибо. Вы имеете в виду применение каких терминов? Морально обоснованной войны? Теории справедливой войны? Я вам рассказал про теорию справедливой войны. Эта теория существует. Нравится она или нет, но она существует. Что это дает? Теория справедливой войны, как мне представляется, дает, во всяком случае, то, что она может использоваться в информационной войне, по крайней мере, как одно из ее использований. Когда мы всячески доказываем, что наша война справедлива, а наш противник несправедлив. И с другой стороны, мы можем, во всяком случае, противостоять этому. Я сам не являюсь сторонником теории справедливой войны. И я склонен считать, что никакая война не может быть справедлива по определению. Современная война не может быть справедлива по определению. Но она может быть морально обоснованной. То есть мы можем полагать, что наша война имеет моральное обоснование. Что она не просто некое эгоистическое пожелание, но она имеет некий моральный смысл. Вот и все. И для меня имеет существенное значение провести различие между справедливостью войны и между моральной обоснованностью войны. Я думаю, что это не одно и то же, хотя, может быть, это и не так заметно на первый взгляд. Но, во всяком случае, если вы говорите о том, что ваша война не имеет никакого морального обоснования, то тогда война, строго говоря, невозможна для вас. В этом случае вы должны тогда принять доктрину пацифизма. Тогда вы должны стать пацифистом. Если же вы не пацифист, если же вы, более того, если вы не абсолютный пацифист, потому что абсолютно отрицает всякое насилие только абсолютный пацифист. Но абсолютный пацифизм практически невозможен. Потому что для того, чтобы быть абсолютным пацифистом, Чтобы вообще отрицать насилие, надо иметь, по крайней мере, в качестве убежища некое представление о загробном мире. Потому что первое, что с вами случится, если вы абсолютный пацифист и совершенно отвергаете насилие, это то, что вас попросту убьют. И в этом случае вы не должны ценить, во всяком случае, свою собственную жизнь. Если вы с этим согласны смириться, то это ваше право. Но я боюсь, что далеко не все готовы за этим последовать. Даже Ганди, в отличие от Толстого, не был абсолютным пацифистом. Когда его спросили, что вы будете делать, если кто-то нападет на вас, на вашу семью, будете вы защищать своих детей, он ответил, что да, в этом заключается мой долг. И это уже применение идеи условного пацифизма. То есть все-таки это некое оправдание насилия. Это оправдание может быть вот таким или вот таким. Но все, что не является абсолютным пацифизмом, уже является доктриной все-таки ограниченного или морально оправданного насилия. Поэтому у вас просто нет выхода другого, если вы не абсолютный пацифист. Если только вы готовы утверждать, что если сейчас, когда вы выйдете из этого зала, на вас кто-нибудь накинется, а вы смиритесь и подставите правую щеку вместо левой, то тогда да, тогда да, я соглашусь с вами, что вы абсолютный пацифизм и вы абсолютно отвергаете насилие. Но как только вы станете утверждать, что вы будете сопротивляться, то вы должны будете мотивировать какой-то моральный смысл в этом. Вы будете придавать уже этому какой-то моральный смысл. Вот каков характер этого смысла и в чем именно будет заключаться этот смысл. То есть, соответственно, какой уровень насилия вы можете себе позволить и при каких обстоятельствах, это, собственно, и будет доктрина морально оправданной войны. Я полагаю, что в рамках этой доктрины мы должны различать доктрину справедливой войны и доктрину морально ограниченной войны. Это несколько разные вещи, хотя, может быть, мне и не удалось провести между ними достаточную градацию. Но мне представляется, во всяком случае, что если вы постулируете доктрину справедливой войны, то вы тем самым уже отрицаете справедливость у вашего соперника. То вы тем самым провозглашаете только свое право на справедливость, и вы уже несколько не уважаете соперника. Если это морально ограниченная война, если это морально необходимая война, то это все-таки война с меньшим модусом вражды. Да, ваше сопротивление необходимо, но вы все-таки оставляете противнику какую-то возможность оправдания. Вы даете ему шанс на то, чтобы исправиться, ощущать себя, по крайней мере, достойным человеком. В противном случае вы обречены на абсолютную вражду. Война становится абсолютной. То есть идея справедливой войны толкает нас на путь абсолютной вражды, соответственно, абсолютной войны. Вот только это я хотел сказать. Учтите, что доктрина справедливой, я боюсь этого слова, я не люблю этого слова, справедливая война. Я более склонен прибегать к термину морально оправданная или морально ограниченная, сдержанная война. Да, мы воюем, но все-таки мы стараемся сдерживать эту свою ненависть по отношению к противнику любой ценой. Потому что я, только потому, что я не готов принять доктрину абсолютного пацифизма. Я бы с удовольствием ее принял, но, к сожалению, не могу. Что-то вот мне мешает, потому что я не верю в загробный мир, наверное. Если бы верил, я бы охотно принял эту доктрину. Всякий, кто не принимает, обречен оставаться в рамках доктрины ограниченного насилия. Давайте последний вопрос. Здравствуйте, Николаев, тоже связанный вопрос. Вы вначале давали все определения войны, так или иначе, как связанные с насилием. Там разные уровни насилия, разные уровни враждебности, спецсредства. А потом в конце сказали, что один свойств современной войны – это информационная война и кибервойна. Тут возникает масса вопросов, поэтому, если мы говорим, что информационная война, в которой, собственно, нет насилия – часть войны, то там возникает вопрос. Если вот против меня, например, начали информационную войну, а тут, опять же, вы говорили, что может являться справедливым какой-то ответ, но если я не являюсь абсолютным пацифизмом, как вы говорите, я должен как-то ответить на эту войну, но у меня нет возможности вести ее информационно, потому что я не могу хорошо говорить и нехорошо пишу, то получается, что из доктрины справедливой войны или из любой доктрины неабсолютного пацифизма я вынужден на эту информационную войну отвечать тем, чем я могу. Не знаю, что у меня там есть, реальную войну уже переводить. Отсюда такая мысль, что зачем все эти информационные войны и кибервойны привешивать к этой тематике, когда, если мы говорим про информационные составляющие, есть довольно хорошая этика, там журналистская этика, есть этика СМИ, а там ей тоже можно следовать, можно не следовать, можно принимать, их там тоже есть много разных, но это вообще другая плоскость, плоскость не связанная с насилием, плоскость не связанная с войной никаким образом. То же самое касается кибервойн. А как только мы начинаем вот эту вот вещь привносить именно в войну, сразу мы находим оправдание, что против меня ведут информационную войну, и как бы уже этика вся начинает рушиться, когда мы убираем составляющую насилия. Спасибо. Ну, я не думаю, что так уж все обстоит плохо. Дело в том, что это просто факт современной войны. Информационная война все более и более выступает как составляющая современной войны. Хотим мы того или нет. И журналистская этика тут не поможет. Информационная война – это просто данность современной войны. Другое дело, как отвечать на эту информацию. Я не думаю, что так уж обязательно отвечать военными средствами на информационную войну. Информационная война, в общем-то, ввелась достаточно давно. Но сейчас эта составляющая многократно увеличивается. Подготовка всякой войны – это информационная война. Введение всякой войны очень тесно связано с информацией. Но это не значит, что мы должны отвечать на усилия журналистов тем, что будем запускать атомное оружие в направлении той страны, которая ведет по отношению к нам такую информационную войну. Нет необходимой связи в этом. Нет насилия. Но, тем не менее, это, конечно, условное название. Информационная война – это не война. Но поскольку она становится необходимым компонентом, и этот компонент усиливается, то мы условно называем это, поскольку она необходимая часть войны, условно, метафорически, мы называем это информационной войной. В строгом смысле, конечно же, это не война. Но мы можем позволить себе такую метафору. Не более того. Хорошо. Давайте благодарим Бориса Кашникова. Я напоминаю, что следующая лекция нашего цикла пройдет чуть больше, чем через месяц, 24 мая. Философ Дэвид Эдмонс расскажет нам о том, как устроены технологии и этика, как они связаны. И лекция будет называться «Машины-убийцы. Должны ли роботы читать Канта?» Приходите. Спасибо. 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 Продолжение следует...